Генеральный партнер Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск в студии Александра Иванчиков. Здравствуйте! И вначале коротко о заголовках. Я не могла с ними дышать одним воздухом. Лицом к лицу мать Юрия Волоско в зале суда встретилась с обвиняемыми в смерти ее сына. В этот момент у меня вынули из кармана телефон. Карманники наступают. В Бурятии серьезно выросло число краж. Как уберечься от злоумышленников? Фух, конь маленько подустала, тоже маленько. Уроки выживания на природе и народные лайфхаки. В Ацагате прошел 10-й фестиваль казачьей культуры. Судебный процесс спустя год после громкого преступления. Сегодня в Верховном суде прошло заседание по делу об убийстве борца Юрия Волоско. Напомню, спортсмен был зарезан в массовой драке на берегу Байкала. На скамье подсудимых трое жителей Бурятии. Последние подробности выяснил наш корреспондент Алексей Петров. За год с момента, как республика потеряла выдающегося борца Юрия Волоско, память о нем не угасла. На днях на фасаде общежития, в котором учился спортсмен, появился его портрет, который уже успел стать неким народным мемориалом. Основные же события, связанные с фамилией Волоско, происходят сейчас в зале судебного заседания. Обвиняемые по делу трое уроженцев Бурятии прибыли в зал суда с закрытыми лицами. И в ходе всего судебного следствия не поднимали свои головы из-за спины адвокатов. Показания сегодня давала только мама погибшего. Татьяна Михайловна впервые встретилась лицом к лицу с обвиняемыми в смерти ее сына. Да, я наблюдала за ними. Не хотелось им посмотреть в глаза, но какого-то раскаяния я, честно говоря, там не увидела. Эти глаза. На меня не опускали глаза, они уверенно смотрели и взгляд был достаточно жестокий и прямой. Это не те люди, которые раскаиваются в преступлении. А что я могу еще испытывать к ним, естественно? Я зашла в зал и я не могла с ними дышать одним воздухом. Честно, я не могла, я задыхалась. Я не могла. Это же столько будет с моей стороны, но, наверное, даже находясь далеко, я бы не хотела с ними. Видите, слышите вообще. Судебное следствие только набирает свои обороты и делать какие-то даже промежуточные выводы еще совсем рано. При этом представитель потерпевшей стороны дал понять, что переквалифицироваться на более мягкие статьи у подсудимых вряд ли получится. Со своей стороны говорить там о какой-либо самообороне, либо превышении в пределах самообороны со стороны обвиняемых, ну, по моему мнению, не приходится говорить. Ну, а каков результат будет, это покажет уже весь ход судебного следствия. Пока можно сделать лишь один прогноз. Этот процесс будет развиваться очень стремительно. Ведь следующее заседание назначено уже на послезавтра. Алексей Петров, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Жители Ключевской 53 сегодня стали очевидцами серьезного происшествия. Средь бела дня во дворе их многоэтажки загорелся легковой автомобиль. Пожарные приехали на место ЧП за 4 минуты. К счастью, обошлось без жертв. Напомню, в воскресенье был похожий случай. Автомобиль загорелся тогда на улице Грачевской. Однако в тот раз хозяин машины получил ожоги лица и кисти рук второй и третьей степени. В Бурятии резко участились карманные кражи. 700 случаев только за первую половину года. На прицеле воришек в первую очередь дорогие мобильные телефоны и кошельки. Наш корреспондент Чингисачиров выяснил, какие методы используют карманники и как обезопасить себя от преступников. Подробности далее. Извините, не подскажете, как дойти до шахматного клуба? За этим домом поворачиваете налево. Главное это отвлечь внимание. Теперь чужой телефон у меня. Осталось его выключить и ненадолго припрятать. Например, где-нибудь здесь. И через пару частиков его можно будет забирать. Такая предусмотрительность неспроста. В случае, если человек вдруг быстро опомнится и схватит воришку, либо его оперативно задержит полиция, доказать, что телефон находится у него уже не получится. Потому важно сразу после пропажи обыскать все близлежащие укромные места. Возможно, ваша вещь еще лежит где-нибудь за соседним кустиком. Эта схема лишь одна из многих способов забрать чужое. В основном карманники орудуют в общественных местах. Например, возле пятийных заведений. В прошлом году сотни телефонов и кошельков украли, пользуясь нетрезвостью своих жертв. Потерпевший там чуть-чуть выпил, находится в состоянии алкогольного опьянения. Уже слабо координарирует свои действия. К нему подходит якобы то ли знакомый, то ли подобное. Якобы боролись вместе. И начинается, грубо говоря, взвешивать потерпевшего. Поднимает, пробует бороться с ним. И в этот момент, получается, вор прошаривает все карманы и находит там все ценное. Потому будьте предельно бдительны, когда отдыхаете в барах или клубах. Быть на стороже также необходимо и в общественном транспорте, где карманники работают связки. Обычно их двое. Один создает в автобусе давку, другой не упускает момент. У нас было очень много людей в маршрутке. Соответственно, кто-то впереди уронил мелочь. И сзади, когда мужчина какой-то начал кричать, что мне надо выйти, пожалуйста, пройдите быстрее, образовался какой-то ажиотаж, паника даже чуть ли не такое, что-то в этом роде. И в этот момент у меня вынули из кармана телефон. Помните телефон в заднем кармане и расстегнутая сумка? Это настоящие кормушки для воров. Всегда присматривайте за своими вещами. Особенно летом, отдыхая на берегу Байкала. Ведь один невнимательный заплыв может оставить вас с носом. Сейчас лето, все облегчились, карманы поставили маленькими. Лучше телефон тогда носить в руках или в определенной сумочке, которая находится при себе и ближе к телу. Не оставлять сотовый телефон и без присмотра на пляжах, в других машинах. На улице жара окна забывают закрывать в определенном образом. Сейчас тоже в определенном случае есть момент, когда машина тоже пропадает имущество. Только за последние полгода в Лануде зарегистрировали более 700 карманных краш. Это на 200 больше, чем за весь предыдущий год. Неизвестно, во сколько раз это число увеличится, если прибавить к нему и тех, кто не обращался в правоохранительные органы. Потому, в случае, если несправедливость вас уже настигла и вернуть вещь своими силами уже нельзя, первым делом обращайтесь в полицию. Шансы хоть и невелики, но все же они есть. Чингис Ачиров, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ. Не в деньгах счастья. Возможно, именно с этими словами житель Бурятии выбросил из окна своей машины золото на 20 миллионов рублей. Однако, как выяснилось позже, сделал он это вовсе не в благотворительных целях. Мужчина на протяжении 10 лет покупал золото небольшими партиями и в итоге ему удалось накопить 8 килограммов благородного металла. Накопленное богатство он решил продать китайцам. Напомню, хранение и перевозка драгоценностей в крупном размере – это уже уголовное преступление. Дело незадачливого продавца золотом закончилось бегством от сотрудников ФСБ. В пылу погони он пытался избавиться от ценностей и выбросил их прямо на дорогу. От наказания это его не спасло. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу 120 тысяч рублей. Сразу вспоминается другая, но шумевшая история, которая произошла в Якутске. Из-за поломки грузовой двери самолета на землю пролился золотой дождь. Несколько тонн драгметалла оказались на взлетной полосе. Но чаще всего от дорогостоящих товаров избавляются, чтобы избежать ответственности. Так в Бичурском районе молодой человек выкинул на дорогу аж 60 килограммов конопли. Веселый и находчивый водитель, еще за 100 метров увидев сотрудников ГАИ, выбросил мешки с травой на проезжую часть. Но остановившие его полицейские нашли в автомобиле следы наркотиков и задержали злоумышленника. Двигаемся далее. Место для игр или для получения травм. По многочисленным жалобам наших телезрителей съемочная группа АТВ отправилась в рейд по детским площадкам железнодорожного района. После резонансных происшествий эти места, конечно, проверяют надзорные органы. Но надо ли ждать беды, когда ее можно предотвратить. Как убедился Алексей Петров, ситуация печальнее, чем можно было предположить. Радость или слезы, что получают дети от игры на детских площадках? Игровое оборудование должно представлять собой набор сооружений, способствующих физическому и умственному развитию подрастающего поколения. У нас действует технический регламент, где определены требования к детским площадкам. Детские площадки должны, в первую очередь, быть безопасными. И монтаж этих детских площадок должен осуществляться в соответствии с технической документацией. Ну, смотрите, вот мы пока вас ждали, я просто прошелся и посмотрел детскую площадку. Вот такое вообще допускается? Ну, нет, конечно. Она должна быть крепко установлена. Потом, видите, каждая детская площадка, каждое оборудование, оно для конкретной возрастной категории устанавливается. Но вот я здесь вижу, что и покрытие не соответствует. И действительно, таким вот образом можно что-то себе повредить. Главное, чтобы детские площадки были прочными и устойчивыми, а также оснащены ударопоглощающим покрытием. На деле мы видим, что таким покрытием является песок, битое стекло и различный мусор. Кроме того, нередко встречаются и другие нарушения, такие как незакрепленные сидения или торчащие металлические элементы, которые нередко приводят к травмированию детей. Если говорить, ну, на детской площадке травмы, да, здесь падение с высоты бывает, ну, здесь защемление с давлением между механизмами, удары, если привет качели, так скажем, да, характер травмы бывает разный. Несчастные случаи также происходят не только по вине некачественных площадок, но и по беспечности родителей, которые не уделяют должного внимания времяпрепровождению своего чада. Чаще всего дети предоставлены сами себе. Прежде чем запустить ребенка на детскую горку, например, родителям не мешало бы проверить, насколько она гладкая и хорошо держится ее основание, потому что бывают острые режущие края. У нас был случай, помните, да, ребенку отрезало руки, вот выступающим металлической поверхностью этот пальчик оторвало. За время нашей проверки мы обнаружили около десятка опасных детских площадок, и это только в железнодорожном районе. Их адреса мы направим в надзорные органы для установления ответственных и устранения нарушений. Если вы считаете, что и ваша игровая площадка не отвечает требованиям безопасности, сообщите об этом в нашу редакцию. Алексей Петров, Алексей Жилин, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ. Трудовая инспекция проверит факты невыплаты заработной платы в строительной фирме «Мостоотряд-34» и управляющей компанией «Эталон-С». Это лишь некоторые итоги репортажей наших корреспондентов, которые вышли в эфир после ваших жалоб. Будам Унхоев с последними подробностями этих дел. Пошел нахуй. Просто дайте комментарии, пожалуйста. Никаких комментариев. Ровно неделю назад нашего корреспондента послали на три буквы, причем Грубиян, как он сам выразился, не последний человек для главы нашего государства. Я родственник Путина. Как вас зовут, Шерст? Родственник Путина. Мужчина на дорогом внедорожнике – никто иной, как один из руководителей строительной компании. Работники фирмы «Мостоотряд-34» пожаловались нам на то, что им хронически не выдают зарплату. Сотрудники не получают свои кровные уже долгие месяцы. За все, за пять месяцев я получил только 10 тысяч, это месяца полтора-два уже было назад, и все, и все. А как жить за квартиру платить? Наш репортаж заинтересовал трудоинспекцию. В «Мостоотряд-34» уже провели рейд. В итоге строительная фирма получила предписание. Срок исполнения предписания не истек. Ситуация задолженность находится на контроле. Дополнительно сообщаем, что работники с целью защиты своих трудовых прав могут обратиться также в суд. Инспекция труда готова оказать содействие в составлении исковых заявлений. Также трудоинспекция занимается и другими материалами АТВ. Например, конфликтом из-за зарплаты дворников и П. Митрофанова. Эта контора – один из подрядчиков скандально известной управляющей компании «Эталон-С». Инспекция запланирована на первую половину августа. Маневрируют кто, как может, выезжая на встречную полосу, создавая друг другу помехи. Жители поселья жаловались на разбитую дорогу. Материал об этом вышел 25 июля. Через пару дней нам отправили радостный отзыв и вот эти фотографии. Дыры золотали. Остается лишь получить финансирование на капитальный ремонт. Будам Нхой, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Покупай выгодно в Абсолюте с 23 июля по 5 августа. Йогурт сочный молочный 95 грамм. Всего 9 рублей 99 копеек. Продолжаем выпуск. Удар по монополистам обещают высокопоставленные гости Бурятии. Второй день в Улан-Удэ работает делегация Федеральной антимонопольной службы России во главе с замруководителя ведомства Анатолием Голомолзиным. Диалог бизнеса и надзорного органа слушал Илья Балханов. Усилять конкурентную среду в Бурятии приехал ее высокопоставленный уроженец. Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин родился в Кяхте. И сегодня наш земляк отметил, доля антимонопольных нарушений среди органов власти республики по сравнению с другими регионами довольно мала. И тем не менее он уделит особое внимание своей родине. Речь идет о необходимости как достижения формальных параметров. В частности речь идет о том, чтобы на каждом рынке присутствовали не менее трех хозяйств субъектов. При этом один из них должен работать и находиться в частой собственности. Федеральная антимонопольная служба разработала трехлетний план для Бурятии. В нем прописаны показатели развития разных сфер, начиная с здравоохранения и образования, заканчивая малым и средним бизнесом. Заседание не обошлось и без острых вопросов со стороны предпринимателей. Автогрузоперевозки до Бурятии – это нереально. Вот подскажите, пожалуйста, вообще в целях демонополизации что-то делается именно вот этой отрасли? Цены растут, а получается качество услуг остается на прежнем даже хуже? Значит, есть сегменты, где цены не регулируются, но в частности услуги предоставления подвижного состава. Возможно, вот когда вы говорили о росте этой стоимости, вы говорили об услугах предоставления подвижного состава грузовых железнодорожных вагонов. Анатолий Голомолзин отметил, что будет частым гостем в республике. Он будет следить за реализацией подписанных соглашений. Конечная цель – повышение инвестиционной привлекательности региона. Илья Балханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Главный редактор «Эхо Москвы», вице-президент Ростелекома, а также топовые политтехнологи и медийщики приедут в Улан-Удэ. 2 и 3 августа пройдет Байкальский информационный форум 2018. В его работе примут участие журналисты федеральных и региональных изданий и передовых российских IT-компаний. Работа форума разделится на две секции – информационные технологии и медиа. Параллельно на нескольких площадках пройдут круглые столы, выставки, дискуссии и мастер-классы. Наша задача, чтобы наши участники нашего рынка информационного не опоздали вслед за тенденциями, которые сейчас наращиваются, нарастают, и были конкурентоспособны, знали обо всех современных тенденциях, были готовы, скажем так, к более сильной конкурентной борьбе. Наряду с Байкальским информационным форумом со 2 по 5 августа в Улан-Удэ пройдет еще один Байкальский форум межэтнической журналистики. Для этого в столицу Бурятии приедет руководитель одноименной российской гильдии Маргарита Лянги. На этом форуме обсудят вопросы освещения межнациональных отношений, этические аспекты работы. Тема сложная, тема требующая особого внимания, и поэтому мы надеемся, что коллеги, которые приедут, нам расскажут о новых интересных проектах. Отметим все дискуссии открыты, и посетить их смогут все желающие. Более подробно с программой форума можно будет ознакомиться на официальном сайте БИФ-2018. К другим темам. Экипаж военного из Бурятии лидирует в танковом биатлоне под руководством старшего сержанта Саяна Самбуева. Российский экипаж показал лучшее время прохождения трассы по итогам пяти заездов. Речь идет об армейских международных играх 2018. Экипаж под управлением Саяна Самбуева в третьем заезде выступил против представителей Ирана и Сербии и взял заслуженное золото. Кроме этих команд, в заезде приняли участие военные из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии и Белоруссии. Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд из 32 стран. В Улан-Удэ из Санкт-Петербурга на каникулы приехал самый высокий подросток в стране. Рост Марата Цыбикова 215 сантиметров. Два года назад он начал играть за юношескую команду баскетбольного клуба «Зенит». Сейчас у команды отпуск, игроки разъехались по домам. А Марат навестил своего первого тренера и тех, кто только начинает заниматься баскетболом. Марат Цыбиков приехал в спортивный лагерь «Старт». Тут сегодня завершается вторая смена у начинающих баскетболистов. В «Старте» несколько лет подряд тренировался и сам Марат. Проводил здесь по два сезона, оттачивая финты и броски. В 2015-м спортсмены из Бурятии на соревнованиях заметили тренера питерского клуба «Зенит» и пригласили на просмотр. После смотрин тренерский штаб решил подписать с Маратом контракт на два года. Сейчас Марат Цыбиков самый рослый игрок «Зенита» и самый высокий 17-летний юноша в России. Его рост 2 метра 15 сантиметров. И это не предел, говорит баскетболист. Чтобы взять интервью бурятского «Я у меня», мне он несет специальную подставку, чтобы мы были с ним на одном уровне. Благодарю. Ну вот как-то так. Расскажи, о чем ты мечтаешь. Попасть. В баскетболе? Да, в баскетболе попасть. Для начала в лигу ВТБ, а в дальнейшем посмотрим. Я самый высокий юноша среди 17-летних в стране по всей. В начале сезона я был 2,12, сейчас 2,15. Ну, я думаю, что я растущий. Тренер Андрей Аканин вспоминает. Долговязого второклассника он разглядел, когда ходил по школам в поисках высоких детей 2001 года рождения. Марат уже тогда отличался от сверстников. У него были длинные руки, он был высоким и худым. Марат принял решение ходить в секцию баскетбола. И довольно быстро стал показывать результаты. Это, конечно, редкий случай таких. Я не знаю и не думаю, что в ближайшие 100 лет у нас такие еще будут баскетболисты и высокие люди. Но я так понимаю, что Бог дал ему талант, Бог дал ему рост. Сейчас надо это все использовать. Первый тренер Марата Цибикова рассказывает, его ученик для своего роста весьма подвижный и координированный. Но пока ему не хватает уверенности в себе и игровой практике. Сейчас на соревнованиях детско-юношеской баскетбольной лиги, представляя баскетбольный клуб «Зенит», Марат выходит на площадку всего на 2-3 минуты. Он играет в позиции центрового игрока, работает под кольцом. Но ему тяжело конкурировать с быстрыми и ловкими спортсменами. Сейчас пока у нас в России очень мало таких людей. У нас не только в Бурятии, у нас в России очень мало таких людей. Со временем он будет играть больше и будет играть лучше. В лагере бурятский «Яуминь», так в шутку его называют «друзья», показал начинающим баскетболистам, чему научился в «Зените». Ребята часто просили Марата сфотографироваться с ним и крепко жали его огромную ладонь. Игрок «Зенита» говорит, в Питере свободного времени у него почти нет. Марату там не до соцсетей и телевизора. В будни по две тренировки, а в субботу – игра. В воскресенье игроки клуба отдыхают и восстанавливают силы. В составе «Зенита» наш земляк мечтает стать чемпионом детско-юношеской баскетбольной лиги. В этом году «Белоголубые» заняли третье место, уступив «Локомотиву Кубани» из Краснодара и «Автодору» из Саратова. Анна Зуева, Федор Моденов, Торбогатайский район, телекомпания АТВ. Юбилейное единение. В Ацагате прошел 10-й фестиваль казачьей культуры. Военные соревнования, мастер-классы и концерты на одной площадке. Зрителям показали, как кипятить воду в бересте и горцевать на полном скаку. Могут ли женщины участвовать в казачьем многоборе, узнала Мария Масканян. С 9 утра до 9 вечера ни зрителям, ни участникам не пришлось скучать. В первой половине дня казачата соревновались в военно-спортивной игре «Сполох». Восемь команд из районов Бурятии представили своих лучших юных армейцев. Среди них были и девочки. «Сполох» очень похож на «Зорницу», но… Но здесь только с добавлением казачьих элементов. Так как это игра военно-патриотическая именно среди казачьих молодежи и подростков, казачьи элементы, то есть рубка шашкой, работа нагайкой и так далее. Ну, метание ножей. Впервые в этом году конкурс в гостях у станицы проходил в формате интерактива для гостей фестиваля. 10 мастер-классов шли одновременно с казачьими соревнованиями. Здесь каждый мог найти себе занятие по душе. Самые маленькие катались на лошадях, подростки с интересом изучали военные доспехи, а девочки с мамами играли с народными куклами. Мастер-класс плетения из бересты поражал воображение народной мудростью и изобретательностью. Мы с отцом даже кипятили воду. Правильно. Камни нагреваешь в костре, вот так вот сворачиваешь бересту, такой вот кулёк. Камень бросил и закипел. Мастер-класс по джигитовке дал возможность зрителям испытать гамму чувств. Ну и какие у вас ощущения? Страшно, я боюсь высоты, у меня все трясет теперь. Любители острых ощущений сполна насладились красотой и зрелищностью вольной джигитовки. Зрители с замиранием сердца наблюдали за акробатическими трюками на полном скаку. Фух, конь маленечко подустала, тоже маленечко не так себя почувствовала. Ну много лошадей, как бы кобылы себя по-разному себя чувствуют. Ух, а в целом все хорошо. В казачьем многоборье принимали участие не только мужчины, но и женщины. У нас девушки это редко, да и в принципе-то нет такого. У вас вот девчонки скачут. Ну такой элементы национальные вот у вас, такой вот культуры. Стрельба из лука национальная, я ее очень люблю. Ну мы же забайкальцы живем бок о бок. С родным нам братским и бурятским народом. И в завершении награждение призеров, торжественный парад и красочный галоконцерт. За 10 лет казачий фестиваль из народной идеи перерос в статус события республиканского масштаба. Я думаю, что такой фестиваль надо развивать, потому что он имеет потенциал в плане развития туристической отрасли. С одной стороны. А с другой стороны, это основное, конечно, это сохранение традиционного образа жизни. Подробнее о казачьем фестивале «Единение» смотрите в авторской программе Елены Гармаевой «Караван дружбы». Мария Амбасканян, Александр Моисеев, телекомпания АТВ «Заиграевский район». Это были наиболее заметные события этого вторника, с которыми вас знакомили мои коллеги и я, Александр Иванчиков. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Покупай в «Абсолюте» выгодно. В период с 23 июля по 5 августа купи «Лоск 3 кг» и получи конденционер «Вернель 1 литр» в подарок. Мой дом. Мой бизнес. Безопасность моей семьи. Я доверяю Дельте. Охранное предприятие «Дельта» всегда на страже вашей безопасности. Супер скидки в «Титане». Палатки, тенты, мангалы. На все 35% скидки. Супер скидки в «Титане». Надувные матрасы, круги, бассейны. На все 40% скидки. Редактор субтитров А.Семкин